В проекты по энергосбережению и энергоэффективности до 2020 года планируется инвестировать почти 377 миллиардов тенге. Вопросы развития зеленой экономики обсудили сегодня на правчасе в Сенате. Энергоемкость ВВП Казахстана по итогам 2016 года снижена на 18% от уровня 2008 года. В 2017 году из возобновляемых источников было извлечено более 1 миллиарда киловатт-часов зеленой энергии. В этом году планируется ввести еще 200 мегаватт. До 2020 года мы намерены охватить 53 объекта через инвестиционные проекты для приобретения электроэнергии, производимые возобновляемыми источниками. Сделать акцент на профилактику заболеваний предложили сегодня в Можелесе. Здесь состоялось заседание социального совета при фракции партии «Нуратан», посвященное обсуждению совершенствования охраны общественного здоровья. В Казахстане отмечается рост затрат на диагностику и лечение хронических и инфекционных заболеваний. Объемы финансирования на эти цели составляют 95% всех расходов государства на медицину. При этом затраты на профилактику не превышают 3%. В то время как в странах ОСР этот показатель достигает 10%. В Западно-Казахстанской области почти 100 тысяч больных получают бесплатные лекарственные препараты. На 4 миллиарда тенге закуплено свыше 400 наименований лекарств по 48 социально значимым заболеваниям. Весной в области были перебои с поставками препаратов для больных с сахарным диабетом. Тогда специалисты объяснили это поздними сроками тендеров. В начале текущего года были проблемы. На сегодняшний день препараты поступают по графику. По социально значимым заболеваниям, как сахарный диабет, орфанные заболевания редкие, муковисоз, мукополис, сахаридоз. По ним были переходящие наши запасы. За счет этих запасов у нас пациенты обеспечились вплоть до марта месяца. На 6 тысяч тонн меди больше прошлогоднего показателя произвели карагандинские металлурги. Плавильное дело в регионе возникло еще в древние времена. И, как отметил глава государства в статье «7 грани Великой степи», достижения умельцев свидетельствовали о высоком технологическом развитии степных цивилизаций. Илана Чаус продолжит. Обнаруженные древние плавильные печи свидетельствуют о том, что очаги горнорудного производства и плавильного дела на территории современного Казахстана развивались одними из первых в истории металлургии. По мнению археологов, эпоха металла здесь началась за 4 тысячи лет до нашей эры. «Казахстан – одна из ключевых точек развития производства, технологий плавки и распространения металла по всему миру. Это одна из ключевых точек понимания истории металлургии, того, когда и как все зарождалось, когда и как распространялось». А современно горно-металлургическому комплексу страны чуть больше века. Первый медиплавильный завод появился в поселке Корсакпай. Английский эшелон с оборудованием состоял из пяти паровозов и 270 вагонов. «От этого времени до сих пор работают. Еще сто лет будет работать дом». На этих кадрах уже 30-е и 40-е. По всей стране кипят ударные стройки, активно ведется геолога, разведка, открываются рудники и заводы, а войлочные шапки горновых становятся символом индустрии страны. «Вот, например, руда. Она поступала из Каунрада. Вы видите, что это камень, а нужно, чтобы он превратился в песок. Приспособлений тогда не было, вот и приходилось все это проделывать вручную». Сейчас горно-металлургический комплекс Казахстана – это свыше 70 предприятий и 300 тысяч сотрудников. Металлургия составляет треть всей промышленности страны. При этом большая часть продукции уходит на экспорт. Если всю произведенную медь погрузить в вагоны, то состав растянется от Астаны до Берлина и обратно. «Реализуется большой проект по запуску второй печи. Это позволит в следующем на 100 тысяч в год увеличить производство меди. Кроме того, открываются новые небольшие предприятия». Не отстает и черная металлургия. В прошлом году казахстанская магнитка достигла показателя 4000 тонн стали в год. Инвестиции в модернизацию производства в ближайшие три года составят 300 миллиардов тенге. Республиканский музей под открытым небом планирует открыть на месте раскопок городища Сарайшок. Поблизости от него планируют построить туристический комплекс. История знаменитого древнего города, располагавшегося на Шелковом пути, еще требует дополнительного изучения. «Нам увеличили количество штатных единиц. Теперь мы планируем собрать все уникальные документы из архивов России. Также в 2019 году хотим организовать масштабную экспедицию Сарайшек, Сарайбату и Сарайберке». В Актобе художник, известный своими гобеленами, возрождает древнее ремесло. Булата Траубаев создает эксклюзивные украшения в национальном стиле. При этом мастер применяет в своей работе и старинные технологии по выплавке изделий из серебра, которыми степные ювелиры пользовались еще 3-4 столетия назад. «Я как мастер, который занимается изучением, исследованием зергерства, вообще декоративно-прикладного искусства, это наша история. Историю мы должны знать, историю мы должны изучать, чтобы передавать его потрясающим поколениям». Насытить казахстанский рынок товарами местного производства. Одна из задач, поставленных президентом в послании. О развитии легкой промышленности мои коллеги говорили с героем следующего сюжета. Хамедулла Ержанов руководит швейной фабрикой вот уже без малого 40 лет. Эти стены помнят и первые сталинские пятилетки, и как шились и отправлялись на фронт, фуфайки, ватные штаны и рукавицы. Но, пожалуй, самый сложный период в жизни фабрики пришелся на первые годы независимости. Из 25 текстильных предприятий страны смогли пережить кризисное время лишь единицы. Ветераны рассказывают, что фабрика не закрылась во многом благодаря стараниям Хамедулла Ержанова. По выходным всем коллективам выезжали за город и сажали овощи. Урожай делили, остатки продавали. Так и расплачивались с долгами. Некоторая организация не работала, но наш Хамедулла Ержанов старался, чтобы наша фабрика работала, чтобы мы без работы не оставались, доброжелательны, всегда уйдет на уступку, всегда помогает. Сегодня фабрика твердо стоит на ногах. Ежегодно выпускает изделия на общую сумму больше миллиарда тенге. Производит в основном обмундирование для силовых структур. Планирует пошив одежды для работников нефтегазовой отрасли, энергетиков и связистов. Так что финансовое положение фабрики позволяет ежегодно поднимать коллективу зарплату и улучшать условия труда, говорит Хамедулла Ержанов. У нас вот за пять лет последних зарплата рабочих повысилась на 85%. Это в среднем 17% ежегодно. В следующем году, согласно посланию президента, мы, конечно, пределы 10% будем поднимать. Он энергичный такой, вот он чем-то зажигает нас. На него посмотришь, хотя он намного старше и хочется что-то делать действительно. Он очень любит общаться со своими рабочими. Он часто приходит к нам сюда. С ним общаться одно удовольствие. Под руководством Хамедулла Ержанова работают 180 специалистов. Недавно он открыл филиалы в городах Уштубе и Текеля и увеличил штат сотрудников еще на 50 человек. Он уверен, что швейная фабрика сможет наращивать объемы производства и дальше и заполнять рынок товарами отечественного производства. Адельхан Сахари, Олжас Байбусынов, Хабар, Алматинская область. Около 650 тысяч работников государственного сектора объявили масштабную забастовку. Тысячи людей присоединились к протестам в Тунисе в связи с отказом правительства повысить заработную плату. В протестах принимают участие сотрудники правительства Туниса, а также центральной и региональных администраций. Школы, университеты, муниципалитеты и министерства закрыты. Это крупнейшая забастовка за последние пять лет. Четыре полосатых детеныша пополнили семью суматранских тигров в Берлинском зоопарке. Родителей привезли в Германию в 2013 году. Суматранские тигры – самые мелкие из диких полосатых кошек. Их численность постоянно сокращается. В дикой природе осталось от 500 до 600 тигров. В зоопарках по всему миру 250 особей. Необходимо поддерживать широкое разнообразие генов. Мы очень рады каждому новому зверю. И на этом у нас все. В итоге дня мои коллеги представят в вечерних выпусках новостей в 20 и в 21.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин